Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала Объективный Уголок. Долго думал, что делается вот этой штуковиной. Была, конечно, такая мысль, что сделать некий единый корпус, куда разместятся посменно каждый из этих четырёх объективов. Здесь три ТСР и один визиоугон. Однако, у подобного подхода есть и обратная сторона. Что делать, если вдруг, случайно, у нас корпус, механизм фокусировки выйдет из строя? Чинить, конечно, но мы временно потеряем из обихода сразу четыре объектива. Поэтому, несмотря на вполне себе интересную идею сделать некий корпус, общий корпус, я решаю от неё отказаться. Если впоследствии попадётся ещё один подобный комплект, то да, уже будет смысл подумать над подобным решением. А пока... Для трёх ТСРов, для визиоугона. Поскольку он отличается, то пусть уж отличается и в готовом виде. Это корпус от Юпитер 8, все остальные Индустары 50. На сайте мешок нет, есть ТСР и визиоугон из данного комплекта в адаптированном виде. На базе Индустары 50 тоже. Но, на мой взгляд, скажем прямо, довольно придирчивый уже взгляд, мне данное оформление кажется совсем простоватым. Поэтому ставлю себе задачу минимум выполнить данный комплект объективов в сходном стиле, в сходном оформлении, максимально похоже. Снимаем наших подопытных. Они фиксируются в общем корпусе с помощью отдельных маленьких винтиков. Стоит чуть-чуть ослабить, и они уже сходят с первоначального положения. Стоит отметить, что объективы прижимаются винтами не напрямую, а через подобные прижимные пластиночки. Видимо, чтобы распределить нагрузку. Это может пригодиться. Кроме того, у нас в запасе получаются два проставочных колечка. Ну, а подобные пластинки, ну, наверное, куда-то применить будет сложно. Теоретически, можно было бы их использовать и в нашей конструкции. Но для этого пришлось бы делать внутренний паз под них. Я считаю это излишним. Однако, и одного винта для фиксации тоже, считаю, будет маловато. Будем фиксировать винта на 3, а то и на 4 по окружности. Это уже гораздо надёжнее и точнее. Пока откладываем в сторону. Подготовка индустаров будет заключаться в том, что мы пока снимем с них бензоблоки. Детали корпусов от индустаров нам пока не пригодятся. Можем смело снимать. Чтобы примерно понять размеры корпусов, размеры корпусных деталей, которые придётся делать, нужно примерить всё это дело на фотокамере. И примерно отметить то положение, в котором должны быть объективы. При фокусе на бесконечность, само собой. Из всех беззеркальных переходников у меня сейчас есть только Samsung NX. На нём и будем всё проверять. Опытным путём выяснено, что 37,5 мм нужно даже немного заглубить в корпус индустары. Ну, относительно вот этого положения имеется в виду. Полтинник нужно чуть-чуть вынести вперёд, чтобы был фокус на бесконечность. А 70 мм вынести вперёд нужно уже довольно существенно. Я подозреваю, что 3,5 на 70 мог бы вполне поставиться и на зеркальный фотоаппарат. Но в этом случае комплекта уже не получится. А как раз получение некоего комплекта и является одной из моих сегодняшних задач. Далее буду готовить переходные втулки. Суть этой переходной втулки в том, чтобы максимально точно соединить индустаровский корпус и немецкий. Соответственно, перед тем, как что-либо ставить сюда и подгонять под эти размеры, нужно обработать внутреннюю поверхность так, чтобы быть уверенным в её точности и однозначности. Это готовится у нас болванка для будущих переходных стулок между тремя индустарами и тремя кассарами. Наружный размер заготовки есть. Теперь можно заняться подготовкой посадочных мест в индустарах. По вполне естественным причинам абсолютно одинаково сделать все три посадочных места нельзя. Как минимум потому, что отличаются сами индустары. Однако, что нам особенно важно? Особенно важен вот этот диаметр и то, чтобы вот эта поверхность была строго параллельна матрице. В качестве бонуса, отверстие в данном индустаре должно быть строго по размеру корпуса 37,5 мм пролекционника. Далее, порядок работы будет следующим. Сначала обточим хвост заготовки по диаметру посадки в индустаре. После сверлим отверстие и отрезаем нужный нам кусок. Длина нужного куска будет определяться примерно на глаз, исходя из примерки на фотокамере. Само собой, что все три переходных втулки будут разные по длине. 37,5, 50 и 70. 37,5, 50, 70. Постоянные зрители канала наверняка заметили у данных заготовок кое-что необычное. Опробовал в работе накатки. К сожалению, из-за габаритов самого приспособления и державки этого приспособления, совсем близко к патрону приблизиться никак нельзя. Поэтому впредь нужно будет учитывать этот момент. Как видите, уже здесь все в индустаре подогнано. Дальнейшее действие по каждой из трех заготовок будет разогнать сквозное отверстие до диаметра близкого к диаметру узкой части проекционников. Почему до диаметра близкого, а не сразу до готового? Потому что финальная обработка внутренних размеров будет идти уже в сборе с индустаровским корпусом. Так что будет уж совсем надежно. Вот начало работы с проектом около 8,5-9 часов. Переходные втулки между немцами и индустарами уже стали, по сути, частью корпуса. Они вклеены и посажены дополнительно на винты. Это касается всех трех экземпляров. Винты дополнительно точить не пришлось, они не мешают работе. Далее нужно обработать вот эти детали от индустара 61-го LD, просто 61-го и 26-м. Они станут, опять же, частью новых уникальных экземпляров. Отсюда нужно будет аккуратненько срезать лишние надписи, логотипы и обработать наружные поверхности. Теперь можно обработать снаружи. Передние детальки готовы. Можно приступать к растачиванию внутреннего отверстия аккуратно по внешнему диаметру корпуса лензоблока. По части посадочного места под самый короткий тессар тоже уже порядок. И более того, что меня особенно радует, вообще я люблю, когда получаются какие-то удачные совпадения, хорошо садиться на свое место и, грубо говоря, морда. Сейчас не до конца, поскольку дальше вот тут утопить лензоблок мешают кулачки патрона. Снимем, да посмотрим. Да, так и есть, мешали кулачки патрона. В снятом виде объектив у нас провалился глубже на пару миллиметров и несколько плотнее село переднее колечко. На данном этапе уже, в принципе, вырисовываются какие-то контуры будущего готового объектива. Само собой, это не финальный вид. Постепенно свой облик обретает и второй объектив в серии полтинник. Не спеша она у воздушной подушки опускается вниз. Морда тоже на месте. Насколько я могу судить, сейчас положение оптики близко к конечному. Ну, плюс-минус пара миллиметров. В любом случае, сзади остаётся кусок неокрашенной гладкой трубы. Я ещё не решил однозначно, буду ли именно красить данную поверхность, но придать ей некий неровный вид, чтобы уменьшить отражение, всё-таки стоит. После обработки поверхность приобретает подобный грубый зернистый вид. В общем-то, при необходимости, на такую поверхность и краска ложится гораздо лучше. Как и в первом случае, накидаем все принадлежащие объективы части, чтобы ничего уже не перепутывать. Теперь самая большая турбенция и самый длиннофокусный ТСАР 70 мм. Нужно выполнить принципиально всё то же самое, что и в первых двух случаях. Кстати, упреждаю вопрос, почему вы в кадре сейчас не видите визеугона. Дело в том, что он будет на другом корпусе, и сам этот корпус сам деликует. Нужно будет немножечко доработать. Поэтому он пойдёт отдельной головой в повествовании. 70 мм тоже уже на месте. Во всяком случае, линзоблок в трубу проваливается. Детали корпуса, сами линзоблоки. Детали корпуса немножечко подполировал. Не до зеркала, но чтобы довести вид до максимально одинакового. Геликоиды тоже готовы. Пока замотаны изолентой. И делаю не случайно. Изнутри и сзади они были покрашены. Ну, а изолента – это чтобы не заляпать всё вокруг. Использовал вот такую краску. Ввиду того, что она в нанесённом, так сказать, виде немного попахивает какой-то резиной. Есть надежда, что в составе есть, опять же, что-то резиноподобное. А это уже заявочка на стойкость и хороший слой. Такой, который не будет ни осыпаться, ни отшелушиваться. По части внешнего вида уже есть существенный прогресс. Как можете видеть на примере одной размотанной детали. На переходной втулке есть накатка. Всё это дело ошлифовано и отполировано. И здесь нюанс. Если поверхность просто накатать, она получается очень зацепистая и удобная для удержания, не скользящая. Но при этом есть масса мелких микроповреждений от выдавливания металла. Я считаю, что это, с одной стороны, хорошо, удобство. С другой стороны, совершенно плохо. Поскольку на все эти микрорельефы будет отлично цепляться влага. Будет цепляться какая-то, не знаю, гадость, типа кожаного жира. Всё это будет налипать и давать повод для дальнейших явлений, типа коррозии. По невыясненной пока причине не удается добиться абсолютно равномерной накатки. Такой каноничной, я бы сказал, накатки. Когда рисунок получается строго ромбическим, как змеиная, условно говоря, кожа. Возникают лишние какие-то побочные риски. С одной стороны, оно вроде бы как бы ни на что не влияет. С другой стороны, ну как-то оно не то. То есть, повторяемость и предсказуемость результата пока не очень хорошие. А вот это возле отверстия, к сожалению, вследствие некоторой криворукости, ну и кустарного изготовления. Я за здоровый образ жизни, я не употребляю веществ, но, к сожалению, в некоторых проектах без косяка не обходится. Такая вот печальная шутка. На всех трёх корпусах уже насверлены отверстия под стопорные винты. Везде уже есть резьбы. Пока-то, Сары, оставлю в стороне. Пока же можно потокарить для вот этого товарища. Ну и заняться непосредственно подготовкой геликоида. Это у нас был Юпитер-8 дальномерный. А что мы знаем про дальномерные объективы? То, что у них поголовно довольно небольшой ход геликоида. По крайней мере, это относится к полтинникам. Несмотря на то, что мы будем ставить 28-мм объектив, и по идее для него даже этого должно быть достаточно. Но вы же знаете, что я люблю крупные планы. Точно так же, как у дальномерного Индустар 50 и у шкального Индустар 69, ну и, наверное, ещё у каких-то объективов, здесь в роли ограничителей работают три винта. Это минимальная дистанция фокусировки. Это бесконечность. Чтобы уменьшить минимальную дистанцию фокусировки, нужно убрать один из двух винтов. В данном случае вот этот слева. Можно, конечно, сделать это более элегантно, но это, я считаю, лишнее телодвижение. Можно поступить вот так. Вот отверстие от него осталось. Крутим дальше. И на этом моменте возникает необходимость что-то делать, чтобы у нас подвижная часть не выворачивалась до конца. Да, в общем-то, всё просто. Нам нужно вернуть этот винт, но уже в другое место. А именно, примерно вот сюда. Чтобы верхний, в данном случае, левый ограничивающий винт, его встречал. Теперь, когда положение ограничителя нам известно, отмечу его дополнительно буквой «Х», можно разобрать. Винты все одинаковые, так что не перепутаем. Момент схода резьб отметить всё же нужно. Для меня таких меток будет достаточно. Дальше всё просто. Накерниваем и сверлимся. Для сверления сейчас в основном использую специально подобранные или подточенные цанги под конкретно взятое сверло. Это позволяет добиться весьма хорошей точности и повторяемости постановки сверла. Это очень важно, если у нас сверлится отверстие, допустим, на миллиметр-двидесятых, и любые биения сверла автоматически будут увеличивать отверстие неприемлемо сильно. Промывать деталь ещё рано, нам в ней ещё резьбу нарезать. И небольшой вопрос к вам, уважаемая аудитория. Раз уж вы смотрите подобный технический канал, то, мне кажется, среди вас есть те, кто наверняка знает, где раздобыть относительно завменяемые деньги, приемлемые по качеству метчики. Интересуют размеры от М1.0 до, наверное, двойки, самое большее. Готово. Старое положение, новое положение. Важный нюанс. Окраничитель можно расположить как на части с резьбой М39, так и на вращающейся детали. Как показала короткая проверка, бесконечность есть примерно в таком положении великоидно. Здесь у нас передний элемент оптический сильно больше, и использовать морду от того же Индустар 61 не очень получится. Нужно будет подобрать некую другую запчасть. Но это, как говорится, дело некоторого будущего. Следующим шагом буду готовить великоид для установки переходной втулки и делать саму переходную втулку. Чтобы обеспечить максимально точное расположение переходной втулки в великоиде, всё лишнее отсюда нужно убрать. Теперь у нас здесь внутри ровная поверхность, нет никаких намёков на ступеньки, переходы. Всё готово к большому наращиванию. Причём я так смотрю, вот этот кусочек весьма удачен. Довольно быстро получится его подогнать на место. Работа по добавлению переходной втулки будет у меня идти в два этапа, как и с тессарами. Сначала грубо, чтобы можно было просто соединить эти части и зафиксировать. Ну, а уж начисто будет обрабатываться всё вместе. Заготовка есть. Теперь можно склеить и свинтить. Чтобы придать будущему соединению максимальную прочность, необходимо воспользоваться в качестве подложки для клея каким-нибудь эскизом или подобием чертежа. Проверено. А клей, замешанный на подобных рисунках, действительно работает гораздо лучше. Винты на месте. И вот это всё теперь дело можно смело оставлять на завтра, потому что сейчас уже 7 часов вечера. Хочется, конечно, ещё полчасика, часочек, повозиться. Но пора заканчивать с шумными делами и приступать к уборке. Основные размеры уже есть. Объектив садится на своё место. Немножечко со скрипом, но, тем не менее, он уже как бы на месте. Подготовлены размеры для установки резьбы под фильтр. В данном случае донором резьбы будет выступать повышающее кольцо до 43 мм. И соответственно, 43 мм будет резьба в итоге. Учиться интересно. И значит практический нюанс по использованию накатки. Данный инструмент оказывает весьма существенное давление на то, где мы делаем накатку. Соответственно, сильно нужно зажимать деталь в патроне. Но не все детали можно зажать достаточно плотно. Стоит иметь в виду мне на будущее и принять на вооружение вам. Если, конечно, для вас это будет актуальным. Накатку на деталь стоит выполнять только на стадии большой толстой болванки, которую можно очень плотно зажать в патроне. Лично меня после примерки деталей корпуса смутила вот эта вещь. Но не нравится мне этот зазор. Решил нарастить. По-моему, так гораздо лучше, да и накатка здесь лева гораздо ровнее. Ввиду новых обстоятельств мне кажется целесообразным делать данный элемент в пределах диаметра вот этой трубы. Почему? Да, за тем, чтобы можно было стоять и снимать вот это добро вместе. И в целом, мне кажется, это немного упростит конструкцию. Мне кажется, в данном виде оформление передней части корпуса стало гораздо естественнее и приятнее. Винты связывают сразу три элемента. Оригинальную деталь корпуса от Юпитер 8, насадку и основной стакан, в котором расположен будет линзоблок. Резьба под фильтры 35,5 мм. Это стандарт размера фильтров смены 8М и изготовлена из соответствующего светофильтра. Это был ЖЗ 1,4, если не ошибаюсь. Согласен, размер не самый распространённый и не самый стандартный в наши дни, но это позволило существенно упростить конструкцию, а вопрос установки неких светофильтров можно решить переходником. Корпус в порядке. Его полировка, как и остальных объективов, была по нескольку упрощенной технологии. Визиогон уже установлен на нужную глубину путём добавления пары небольших проставочных колечек. Вообще, здесь можно два варианта рассматривать. В одном из них всё идеально становится без дальнейших подгонок. Это прямо, наверное, лучший по точности вариант. Но в этом случае, если у нас вдруг переходник иной толщины, а именно толще, чем нужно, то бесконечность теряется. И в этом случае подгонка объектива будет, в принципе, возможна только дальнейшими токарными работами. А это не всегда будет уже допустимо с точки зрения конструкции, ну или просто сторонний человек, не знающий нюансов конструкции, нормально разобрать, собрать не сможет. Как-никак это не заводское серийное, а нечто штучное. И где спрятаны какие винтики и куда давить, знает только один человек. Остальные могут только догадываться. Поэтому вариант проточить чуть больше и добавить проставочных колец в плане возможной коррекции гораздо предпочтительнее. переходим к фиксации линзоблока в нашем самодельном корпусе. Уже есть необходимое отверстие с резьбами. Казалось бы, дело простое подобрать винты да вкрутить. По идее, из-за небольших габаритов и скромного веса этого было бы достаточно. Но в идеале нужно обеспечить небольшие лунки, как это сделано под детали корпуса. Сделать их опять же можно двумя вариантами. В одном случае мы намечаем, вынимаем линзоблок и подсверливаем отдельно взятый линзоблок. В другом случае мы берем максимально подходящее по размерам сверло, чтобы не повредить резьбу. И короткими вжиками выполняем необходимое. Ранее я уже отмечал, что идеальный вариант инструмента для подобной работы это борфреза с шаровидной головкой. Но таковых у меня сейчас под рукой нет. Винты на месте. Худо-бедно их там даже видно. Коротковаты, конечно, но свою задачу выполняют. Добавить старого доброго циотина. Первый готов. все то же самое. С той лишь небольшой разницей, что здесь корпус у нас собран, и дабы не насвинячить стружкой от подсверливания, нужно это дело замотать изолентой. 37,5 миллиметров. Готов. Следующий полтинник. Немного помучился, потому что в ответственный момент сломался метчик, и я решил, что попытка выбить она ни к чему не приведет, а просто передел всю вот эту рифленую деталь. Полтинник тоже в сборе. Настала очередь 70-ки. На самом деле это тот объектив из всей серии, который буквально заставил меня заниматься покрасочными работами. Без этого контраст был никакой, ну а раз красишь один, то можно и по всем остальным тоже пройтись. Все четыре объектива в серии готовы, и чтобы продемонстрировать их в нормальном свете, а не в смеси диодов лампы накаливания и люминесцентки выбрался из своего темного паучьего угла. 28 миллиметров, 37 с полутиной, полутинник 70. подведем итоги. Я лично в процессе подготовки данных объективов делал пробные снимки и все объективы меня порадовали. Особенно хочу отметить хорошие крупные планы и отличные боки у видеогона. По рисунку все тесары примерно одинаковы. По резкости наверное первые три лучше и примерно одинаковые между собой 70 миллиметров чуть-чуть как мне показалось по крайней мере менее резок но это возможно мне так показалось из-за меньшего контраста. 70 миллиметров как ни странно ловит засветку от бокового света каким-то образом но при этом встречный переваривает гораздо лучше. Это вкратце по их съемочным качествам. Однако подробные тесты буду проводить в полевых условиях как только позволит более-менее похода. Сейчас у нас пасмурно снимать в общем-то нечего и картинка будет совершенно невкусная. Хочу сделать съемку на реке с бликами все как положено. В части процесса изготовления принципиально все очень просто. Если стоит задача просто поставить данные объектива и снимать то можно было обойтись без всех этих архитектурных излишеств. по сути сам индустар 50 как донор под данных немцев подходит весьма отлично. Хорошая совместимость с индустаром 50 как донором геликоида в первую очередь относится к 28 миллиметрам и на 37 с половиной миллиметров. Для остальных двух индустар 50 наверное подойдет как донор только для последующей установки на зеркальный фотоаппарат. как видите оптика у нас достаточно близко к краю у обоих значит рабочий отрезок позволяет использовать и на зеркалке. Было ли проще работать из-за того что по меньшей мере три объектива из-за четырех похоже конструктивно и по размерам. Да отчасти было проще но с другой стороны наложило определенные ограничения и необходимость придерживаться определенных размеров. Кстати все четыре объектива полностью разбираемы можно поменять оптику можно перебрать механизм фокусировки промыть никаких ограничений здесь нет. Все что здесь склеено это только то что действительно разбирать нет никакой необходимости. Во всех объективах клеевые соединения усилены винтами кроме одного случая резьбы на видеогоне резьбы под фильтр имеется ввиду. Как лично я оцениваю результат работы которая заняла около пяти рабочих дней почти полных. Мне лично очень даже все нравится. А вот заслуживают ли объективы таких усилий тут дело совершенно субъективное. Мне кажется заслуживают. Со своей стороны я постараюсь по погоде максимально оперативно провести полевые испытания. Ну а если погода совсем долго не будет радовать хорошими днями то наверное придется делать какой-то исключительно технический тест на резкость в домашних условиях. На этом я с вами сегодня прощаюсь. спасибо за внимание. До новых встреч. До новых объективов. По скриптам я с детства хотел повторить вот эту сцену и следствие ведут клопки. Но либо у меня пальцы какие-то не такие либо у них пуговицы другие. Не очень у меня получается. у меня до новых до новых Продолжение следует...